Я вообще считаю, что этот флаг, который висит, не должен висеть, потому что это Украина. А почему-то висит российский флаг. Меня это раздражает. Я патриот. Я за то, чтобы на Украине висел украинский флаг, например. А насчет разоружения кто-нибудь может объяснить, кто там, что там, за что там. Мне непонятно. Если они оставят это все, значит не будет референдума. Потому что, мне кажется, нас подавят просто всех. И все. Референдум не дадут провести, если они идут. Ребята, якобы, наверное, пожалуй, за то, чтобы остались здесь. Да все правильно. Нужно это самое. Сначала все сделать, провести референдум, а потом только оставлять. 22 февраля, 21-го был договор. Янукович, пошел же, подписал с ними все. Ничего не сделали. Они просто взяли, сделали переворот и все. Так что им верить тогда? Ну, в Европе пока мы не доверяем. И мы боимся очень, что придет правый сектор, если уйдут вот эти ребята, которые они вежливые, которые они не стреляют ни в кого, придет правый сектор, от которого мы не знаем, чего ждать. И по призывам которого тут будет очень страшно жить. Само настроение в центре, да и на Артема, на ЖД было очень плохо. Люди боялись выйти. Держали, можно сказать, славянск в страхе. Это было очень плохо. Да и сама вот эта идея захвата, как бы нет, это неправильно. Якобы говорить от лица всего города, что чего они хотят, это тоже неправильно. Потому что я не уверен, что весь город был бы на их стороне или на стороне другого. Если администрацию оставят, ну, конечно, надо. А как же? Жизнь продолжается и воевать всю жизнь нельзя, если это можно назвать войной. Надо. Только чтобы не получилось так, что мы успокоимся, скажем всем добро, а нам на это ответят, как всегда, зальем кровью. Продолжение следует...